В пять лет я впервые села верхом на такую совсем колхозную лошадку. И с тех пор вот я с ними. Мне сказали, погладь один раз, ничего не будет, а потом у меня 31, и я живу в конюшне. Чувству юмора этой девушки можно только позавидовать, как и ее целеустремленности. А еще у нее большое доброе сердце и особый дар понимать животных. Все это вкупе привело к тому, что сейчас Ксения Родионова – один из лучших тренеров-лошадников Карачаева-Черкесии. К ней приводят диких необиженных скакунов, и через какое-то время они превращаются в покладистых домашних животных. При этом в процессе дрессировки Ксения не использует физическую силу и не ломает животному психику. Она с ним договаривается. Я понимаю психологию лошади, я понимаю, как устроено это животное. На самом деле они очень умные, у них очень высокий интеллект и очень добрая душа. И когда лошадь видит, что ее пытаются хотя бы слышать, она никогда не причинит зла. Слова Ксении ярко иллюстрирует один из ее воспитанников, которого девушка вместе с друзьями просто выкупила у нерадивого хозяина. Его зовут Стремительный. Еще же ребенком его привезли из Америки. Имея прекрасную родословную, он выиграл немало скачек, потом долгие годы работал производителем. Но со временем хозяин потерял к нему интерес и не оказывал должного внимания. Из-за плохого содержания конь чах, и увидев это, Ксения не смогла пройти мимо. Условия были не самые лучшие, конь не обслуживался должным образом, он не получал медицинского обслуживания, он не получал выгула. В связи с чем у него начались психические проблемы, владелец перестал с ним справляться. Но он его просто боялся, потому что конь просто невменяемый был. Но, как видите, в хороших руках он сейчас получает еду, получает движение, получает занятия. Он абсолютно безопасен, с ним детки у нас играют. Так что абсолютно спокойный, хороший мальчик. Сейчас стремительному лечат зубы, а потом уже он будет лечить людей. Станет одним из докторов, которые помогают детям и взрослым при реабилитации после многих болезней. В хозяйстве у Ксении Родионовой ипотерапия дает исключительные результаты. На сегодняшний день у меня есть опыт занятий. Полтора года я занималась с ребенком с аутизмом. Не очень сложная форма, не было речи и концентрация внимания достигала только 15 минут. Потом все. Полтора года занятий. Он на сегодняшний день связанно говорит, сложными предложениями. На занятиях поет мне песни, рассказывает мне про северных народов. Ну, прям чудеса. А буквально вчера маленькая девочка, 5 месяцев, прямо в моих руках поползла по коню. У нее проблемы были с двигательными функциями. Вот. Так что у всех, абсолютно у всех есть положительная динамика. Главным четвероногим доктором в хозяйстве считается Янекс. К Ксении он попал в двухлетнем возрасте, быстро понял свое призвание и уже 6 лет является самым большим другом и надежным помощником своей хозяйки. Он учит, очень бережно учит верховой езде, прощая ошибки, прощая какие-то неправильные команды. Очень боится уронить человека. Он же работает с детками и в руках, и под верхом. То есть на нем совсем груднички у нас работают. Вот такой конь, которому можно доверить даже хрустальную вазу. Благодаря таким тренерам и такому отношению к животным и людям, центр Ксении Родионовой «Коняшкин дом» становится еще одной достопримечательностью станицы Староживое. Эрнест Чуков, Назир Капышев, Архиз, 24.